Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Шестопалов. Вы находитесь на видеоблоге незаврядных людей в разделе «Советы бывалого для путешественников», где я делюсь разной полезной информацией, попробованной на личном опыте, для путешествий. Сегодня у нас первый выпуск, и рассмотрим мы такую важную тему, как «Что взять с собой в однодневное путешествие?», то есть «Как собрать свой рюкзак?». Ведь в немалой степени ваш комфорт и даже безопасность, а, соответственно, удовольствие, которое вы в путешествии получите, зависит от того, что вы с собой возьмете и сколько ваш рюкзак будет висеть. Ну, а как следствие, захочется ли вам повторять это дело еще и еще раз. Поэтому при сборах руководствоваться мы будем двумя важными факторами, такими как минимализм и функциональность предметов, которые мы с собой берем. И здесь самый важный совет, который я хочу дать, это составить в себе персональный список тех предметов, которые вы с собой берете. Список этот вам даст два важных преимущества. Во-первых, экономия времени. То есть, когда у вас все по полочкам разбито, не нужно вспоминать что-то, вы просто на мониторе видите текстовый файл, перед которым прямо вот так вот укладываете все вещи, соответственно, проверяете их наличие и укладываете в рюкзак. И второе важное преимущество, это то, что опять же в голове не нужно все держать, поэтому голова не будет болеть, когда выйдете вы уже из дома, забыл что-то или не забыл. Что касается меня, вне зависимости от того, еду ли я в путешествии на автомобиле, на велосипеде, на электричке, на автобусе, еду ли пешком, но список предметов у меня практически не изменяется. Единственное, что некоторые из них берутся опционально, в зависимости от того, нужны ли они будут в данном конкретном случае. Этого я коснусь чуть ниже, когда буду их перечислять. Итак, пункт первый. В него у меня входит аптечка. О том, как составить аптечку в ближайшем следующем сюжете, сейчас об этом говорить не будем. Единственное, что сейчас коснусь, это кейс, в который вы лекарство положите, должен быть по возможности удара, пыли, влагоустойчиво. Здесь же с собой-ка. Часто я беру с собой бутерброды, поэтому для того, чтобы они не помялись, не превратились в кашу, у меня вот такой вот кейс из-под компакт-дисков. В нем сохраняются они гораздо лучше. Твердый пластик. Термос, чай, кофе, кому что больше нравится. И маленьким подпунктиком здесь же будут влажные салфетки. Далеко не всегда есть возможность руки помыть. Далеко не всегда есть возможность промыть какую-то царапину, прежде чем клеить на нее пластырь. Вещь очень нужная и полезная. Пункт второй. В него входит информация об объекте, который вы посещаете. В интернете, в библиотеках вы ее собрали, дело ваше. Следующее здесь, это карты. Причем как в графическо-текстовом варианте, так и на навигаторе. Такой комплексный подход я считаю важным. Почему? Потому что подробные карты военные в свободной продаже встретить можно очень редко. Одним навигатором тоже не обойдешься. Полно случаев, когда людей они в болото заводили. То есть они пока что еще все-таки несовершенны. Поэтому для более точного своего местоположения, определения и путешествия, повторюсь, удобнее использовать комплексный подход. Для минимализма навигатор лучше брать в мобильном телефоне. Сейчас смартфоны это позволяют делать, чем отдельным прибором. Действительно, что некоторые люди с собой берут так называемый туристический навигатор. Им с ним удобней. У него дольше держится батарейка, потому что нет тачскрина. Но его неудобство заключается в том, что не так удобно находить населенные пункты какие-то, потому что кнопочками нужно действовать, а это там долго делается. Ну, в конце концов, навигатор, который даже в телефоне или большим отдельным прибором с тачскрином, он же вам нужен не постоянно. Он нужен для того, чтобы определить свое местоположение, определить азиму, по которому нужно идти. Потом его можно в спящий режим перевести или вообще выключить. Соответственно, батарейки на день вам должно вполне хватить. Единственное, что маленький такой все-таки совет здесь. Не забывайте с вечера зарядить его до 100%. Иногда люди забывают, а это влечет за собой неприятные последствия. Пункт третий. Нож. Функциональность ножа, думаю, пояснять смысла особого нету, но не лишне здесь упомянуть, что это также и средство самозащиты, в том числе и бродячих собак. Здесь же поясная сумка с множеством различных карманчиков. Ну или, как Анатолий Вассерман носит на себе, жилетку. Кому как удобнее, мне лично удобнее с сумкой. В ней вы храните предметы, которые вам нужны в путешествии часто и постоянно. Тот же самый навигатор, компас, кошелек. В этом же пункте у меня тут маленькая ручка и велоперчатки. Ну вот это как раз таки опциональный предмет, то есть он нужен либо для велосипеда, если вы на нем путешествуете, либо если в какие-то дебри лезете. Ну допустим на линию Сталина вы выехали, доты посмотреть, которые в лесах находятся. Отличная защита на самом деле для рук от всевозможных ссадин, занос и так далее. Если вы едите в город какой-то, исторические объекты смотрите, они конечно же вам там не нужны. Пункт четвертый. Спички и зажигалка. И спички, и зажигалка. Опять же в каком-то пыле, влаге, удароустойчивом корпусе желательно. Сюда же отнесем еще два таких гаджета у меня есть. Вот этот вот, шесть в одном. Здесь компас, термометр, маленький фонарик себе что-нибудь подсветить. Лупа, правда костры ее пока что еще не зажигал, не знаю насколько функциональна она. Зеркальце даже маленькое. Ну и свисток. Подать сигнал. Иногда тоже себе нужно. И второй гаджет, вот такой вот с советских времен еще оставшийся, причем в магазинах он до сих пор продается. Нитки, иголки, наперсток здесь еще. Если где-то что-то из одежды порвалось, на месте можно починить. Пункт пятый. Фонарик. Ну фонарик я лично использую на лобный, более удобно, потому что руки свободны. Если где-то что-то нужно подсветить более конкретно, конечно же в руки его можно всегда взять. Сюда же опционально опять же занесем фонарик зеленого машины. То есть тот, который будет работать только пока вы его крутите. Более подробно я его также разберем в одном из следующих сюжетов, потому что функциональность у него разнообразная. Единственное, что здесь хотел бы сейчас упомянуть, это то, что у него есть USB-вход. То есть при наличии провода можно подзарядить севшую батарейку на вашем мобильном телефоне. Даже если вы с вечера ее все-таки не забыли зарядить. В современных смартфонах иногда непонятно куда батарейка жрать начинается, не заметите. Ну а подать просто о себе сигнал родным, что с вами все в порядке. Немножко докрутили, позвонили, этого достаточно. Ну и последним подпунктом здесь, думаю, не лишним будут фликеры. Иногда они встроены в одежду, иногда они встроены в рюкзак. У меня вот здесь есть. Ну и дополнительно я с собой беру такие, которые можно на руку надеть. Потому что неизвестно, когда вы домой будете возвращаться. Может быть по дороге темной водителям намного легче вас увидеть. И заранее принять меры к тому, чтобы вас не сбить, если вы будете таким образом обозначены. Пункт шестой. Средства от всяких кровососущих гадов. Как до, так и после укусов. То есть если не успели, чтобы снять зуд. Тоже конечно вещь очень нужная. Для комфорта опять же того же путешествия. Пункт седьмой для тех, кто любит сохранять свои путешествия себе на память. Ну то есть это фотоаппарат. Не только сохранить путешествие можно на память. Можно какой-то фотоотчет выложить где-нибудь там в ВКонтакте. Или на форумах с рассказом о вашем путешествии. Сюда же я отношу бинокль. Ну это при условии, если точно знаете, что будут какие-то панорамные виды в вашем путешествии. Ну и последним пунктом опциональным является чтиво какое-то. То есть книжка или электронная книжка. Или плеер с музыкой. Ну это можно с собой брать при условии, что едете вы допустим на электричке, на автобусе. Или на автомобиле, если вас кто-то везет. Если вы не сами за рулем. Вот собственно и все, что касается моего списка, что взять с собой в однодневное путешествие. Он конечно же не претендует на истину в последней инстанции. Вы можете его модернизировать как-то под свои нужды. Можете использовать полностью. Смотрите сами. Его текстовый вариант вы найдете в сообществе ВКонтакте. Если кликните на нижний значок, который видите справа, на это сообщество перейдете. Кликните на верхний, подпишитесь на канал, данный видеоблог. Будете получать разные другие интересные, полезные видеосюжеты на тему путешествий и не только. Если это видео вам понравилось, тоже не забудьте лайк поставить. Буду благодарен за это. Засим. Говорю вам до свидания. Жду в следующих сюжетах. Будьте здоровы. Продолжение следует...